Hola amigos! Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о том, как лучше запоминать слова. Итак, я считаю, что вместо тупо учить новые слова, лучше учить их в контексте. Но иногда мы эти слова найдем без контекста. Тогда, как поставить или как найти эти слова в разных контекстах, это наш вопрос сегодня. Итак, есть такая фишка в гугле, которая помогает нам найти слова в контексте. Давай посмотрим. Допустим, я хочу найти контекст для словосочетания hacer caso. Hacer caso значит обратить внимание. Но hacer это глагол делать и caso это отдельные слова. Да? Кажется, это случай. Но они вместе, это словосочетание, значит обратить внимание. Если я ищу вот так в гугле, и, например, набираю Noticias, это новости, здесь я вижу, где я могу найти эти слова в контексте. Но, как вы видите, например, здесь они отдельно. В этом случае словосочетание hacer caso не годится, потому что не значит обратить внимание. Hacer здесь, а caso в другом месте. Именно здесь написано, что Мак Миллер сказал, что делать со своим богатством в случае morto, fallecimento. Собыл, как по-русски. Но это не годится нам, потому что мы ищем вот именно это значение. Вот, например, здесь, да, здесь мы видим, что Hacer caso распределяет Hacer caso на инфлюенсер. Опасности обратить внимание на инфлюенсер. Но, как всегда, найти правильный вариант. Если мы добавим здесь кавычки, сначала и в конце, Google будет искать именно это приложение, да, Hacer caso, Hacer caso, все вместе, все так, как мы написали. Я добавил, и сейчас мы видим, что сейчас всегда вместе Hacer caso, Hacer caso, Hacer caso и так далее. И здесь вы сможете читать, сколько угодно, сколько вы хотите, все разные контексты, где это слово употребляется. По-моему, так лучше запоминаются слова. И это будет вам в пользу. Так что, если вы не знали про эту фишку в Google, вот я часто использую сам, когда учу русский. А сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.